Алматинский ТикТок Хаус возглавил мировой рейтинг популярной площадки по созданию коротких видео. Ребята из Йола Хаус достигли отметки в 20 миллионов подписчиков, обогнав американский Хайп Хаус. Небывалого успеха его участники, то есть мемберы, достигли за неполный год. В чем секрет успеха? Чтобы выяснить это, наш корреспондент Дамиранитов отправился в гости к звездам мирового ТикТок сообщества. Я уже как продвинутый ТикТокер ко встрече с звездами площадки подготовился. Основательно, как видите, одежда, аксессуары и, конечно же, позитивное настроение. Поехали! Это нынешние кумиры молодежи. Каждый из них по-своему индивидуален и имеет неповторимый стиль. ТикТок Хаус был организован в 2020 году. И всего за год ребята стали самыми популярными сначала в СНГ, а затем и в мире. Скажите, вы верили в свой успех? Каково это было? Вау! Очень хороший вопрос, спасибо. На самом деле нет, мы не верили в то, что именно вот... Мы просто делаем. Мы делаем ради своих подписчиков. Мы каждый день просыпались, снимали видео, чтобы именно показать, какие мы на самом деле. И просто делали, делали, и так все получилось. Ваше мнение, ребята? Я думаю, что это просто... Мы усердно работали. А в какой момент вы поняли, что вот вы просыпаетесь, такой, черт возьми, я же популярный. Ни разу не было такого. Ни разу не было, честно. Их взлет кажется чем-то фантастическим. Каждый из ребят имеет армию фанатов со всего мира. У мемберов много интересных и даже смешных историй, связанных с поклонниками. А что вот самое безумное делали ваши фанаты? То есть было ли что-нибудь такое, что вау прям? Да, один был случай. Мы были в Астане, и когда ездили на самокатах, мы не заметили, как девочка увидела нас. И бежала где-то 2 километра за нами. Я, например, просто по городу шел, иду, иду, музыку слушаю, и я резко понимаю, что меня кто-то обхватывает и держит. Я подумал, меня похитили, я пытаюсь вырваться, а это девочка, которая говорит, Радик, я тебя очень люблю. Бешеная популярность неизбежно приводит к росту хейтеров. Иными словами, становится больше желающих покритиковать. Но это ребят не пугает. Они даже записали небольшое обращение к хейтерам. У любых звезд, я отношу вас к этой категории, есть хейтеры. Есть ли они у вас, пишут ли они комментарии, или встречаются ли на улице, опять же? Нет, нету. Конечно, есть. Конечно, есть. У каждого человека есть хейтеры. Давайте запишем небольшое обращение к хейтерам, буквально там пару слов. Уважаемые хейтеры, Йелла Хаус. Мы любим вас. Ребят, всем привет. На самом деле, хейтеры это самые приятные подписчики, потому что они ищут какой-нибудь косяк, чтобы написать вот. Самая популярная девочка в хаусе – хомяк. Имеет 30 миллионов подписчиков. Недавно ТикТок-звезда побывала в гостях у резидентов Камеди Клаб. И записала коллапс с Павлом Волей и Гариком Харламовым. В последнее время фронтвумен не появляется в роликах. Подписчики всерьез обеспокоены ее отсутствием. Было бы глупо побывать у звезд мирового ТикТока и не снять ролик. Сейчас мы совместно с Йелла Хаус разучим совместные движения. Как вы знаете, у меня уже есть маленький опыт. Давайте вспомним, как это было. Думаю, у меня получится. Ну а пока микрофон заберу я. Меня зовут Аслан Жапарадки. Сейчас я буду брать интервью у нашего наставника, продюсера Азата Халимова. Ну или же по-другому, мистер Бум. Мистер Бум, хотел бы задать вам один главный вопрос. Конечно, я вас слушаю, Аслан. Где сейчас находится хома? Вы серьезно хотите знать, где она сейчас находится? Да. На самом деле, хома сейчас она в отпуске. Каждый день молодые ребята проводят на Чили и Раслабоне. У них максимально плотный график съемок. Однако мемберы любезно выделили нам немного времени. Звезды ТикТока даже предложили мне побатлить. Несмотря на головокружительный успех, ребята останавливаться не намерены. Говорят, Алматы вдохновляет. Ведь это не только культурная столица, но и центр развития цифровых технологий. В общем, черпать есть откуда. Поэтому мемберы Йола Хаус хотят и дальше радовать своих фанатов позитивным контентом. Особенно в такое сложное время. Дамир Анитов, Артин Сандыбаев, телеканал Алматы.